Как вы считаете, может ли девушка так же искренне, как и мужчина, любить? Или всем девушкам нужны только эмоции и дали ресурс? Неужели в основе выбора лежит только ран, примативность и прочее? Нет, те женщины устроены немножко не так. Женщины устроены одновременно и так, и так. Если вы послушаете советы, которые дают матери или бабушке подрастающим девушкам, вы будете потрясены даже не крайним цинизмом и предельной романтикой, которая в этих советах, а то, что они умудряются совмещаться крайний цинизм с предельной романтикой. Девушки всегда ориентированы на две вещи, на искренние чувства. Они таки, да, могут искренне любить и побольше, чем мужчины, или не меньше. Но одновременно даже в самой страшной любви, даже когда женщина с головой там, и у нее просто земля из-под ног уходит, и голова окружится, она все равно будет очень точно считать. Потому что в ней работает биологический факт. Если вы хотите понять мужские и женские отношения, всегда уходите мысленно на миллион лет назад и представляете себе пещеру. И что такое женщина? Как она мыслит? Она мыслит, вот я стою посреди пещеры, я беременная на седьмом месяце, на руках у меня восьмимесячный малой, а за подол цепляется трехмесячный малой. И вот посмотрите этими глазами на мужчину. Дома жрать нечего, за окном метель с облезубой тигрой. Она всегда себя спрашивает, вот этот мужчина может сейчас выйти из пещеры и принести мамонта, остаться живым и принести мамонта? Раз, чтобы мне и моим детям было что есть. Второе, может ли он это делать регулярно? Она может его любить до беспамятства, до безумия. Но она всегда будет считать, может ли он обеспечить выживание ее, ее детей, ее правнуков. Женщины бесконечно сплетничают, даже самые продвинутые женщины сплетничают, доктора наук и так далее. Как вы думаете, почему? Это не сплетник. Это они выверяют и прозванивают как электроцеп стратегии. Такая-то или такой-то в такой-то ситуации поступила так. Потому что женщины прирожденные, биологические, супергениальные анализаторы стратегии. Это всегда стратегия выживания. Поэтому у нее могут быть все эмоции мира. Она может быть абсолютно другеневской барышни, которая только сидит за пианином и взволнованно дышит грудью над увертюрой Бетховена. Но она все равно будет внутри считать, будет ли выживание или нет. Хочет она того или нет. Поэтому надо понимать, что они и на это ориентируются, и на это ориентируются одновременно. А теперь вопрос. Не про женщин, а про вас. А вы на что ориентируетесь? Если вы будете пытаться подладить себя под женщину, одновременно удовлетворить ее физически, эмоционально, материально и прочее эти самые, то что женское уважение потерять? По одной простой причине. Женщины очень не любят мужчин, которые подлаживаются. Вам она будет говорить другое. Но они очень не любят на уровне биологии мужчин, которые подлаживаются, прекрасно понимая, что в стратегиях ориентируются хорошо, но строят стратегии плохо, по той простой причине, что слишком много отвлекающих факторов. Тревожность, биология, гормональные скачки, дети, то самое пятое-десятое. Им нужен кто-то, кто точку Б гарантированно пропишет, возьмёт её за руку и вместе с детьми туда доведёт. Поэтому человек, который подлаживается, она на него смотрит и понимает, а вот этот чувак сейчас хочет строить свою стратегию, ориентируясь на меня. Так у меня минимум в 7 раз в месяц дикие скачки, и гормональные, смены настроений, фазу Луны и прочее, прочее. Дети, тёщи, мясо, пещера, как бы и так далее, и так далее. И если на меня ориентироваться, я представляю, куда он, на мои скачки, куда он заведёт этот корабль. Поэтому, когда вы думаете о рамке примитивности материальном и всём остальном, не забывайте, что главная задача мужчины — не понравиться женщине, а сделать так, чтобы женщина и её потомство выжили. Чувствуете разницу? Если вы уже решили, положили взгляд на эту женщину, и решили, что она будет вашей спутницей жизни на всю жизнь или на какой-то срок, ваша задача — обеспечить выживаемость во всех смыслах. Методом чёткого введения своей линии, в которой она будет чувствовать себя безопасно, прикрыта она, её дети, её родственники и так далее. А это очень разные вещи. Очень часто вам придётся спорить со своей женщиной, потому что она может не до конца не понимать и не видеть, что этот ваш ход гораздо лучше обеспечёт выживаемость, чем она себе нафантазировала. Вы к этому готовы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова